У нас будет Freedom Week или Freedom Weekend, Freedom в переводе «свобода». И это будет специальное служение, которое посвящено внутреннему исцелению. Почему внутреннему? Потому что человек состоит из духа, души и тела. И все, что внутри, оно для нас часто невидимо, мы не всегда это оцениваем, но это очень важно. От этого зависят многие сферы вашей жизни. Поэтому расписание на неделю. В понедельник у нас будет молитва в 7.30, как обычно. И эта неделя следующая, она будет посвящена такому молитвенному духу. Поэтому мы приглашаем церковь участвовать в посте. Кто может день, кто два, сколько вы можете выбрать один день. И можете это всем верующим полезно. И с 15 по 20 августа, вот на следующей неделе, у нас будет специальная посвященная молитва освящению. Итак, по порядку. В понедельник молитва в 7.30 на русском языке. В четверг будет молитва в 7 часов на английском языке. Вы можете выбирать и можете присутствовать там с семьей по очереди, как вы пожелаете. В среду служение мы переносим со среды на пятницу. Не запутайтесь. И в пятницу, 19 августа, в 7 часов вечера начинается вот это наше особое служение, где будут семинары, молитвы в пятницу с 7 вечера. А в субботу продолжение с 10 утра и, наверное, до 9 вечера. Но утреннее служение с 10 утра начинается. Снова будут семинары на разные темы. Будет на русском языке с переводом на английский в наушники. Потом будет обед с часу до двух. И после обеда с 2 до 8 вечера, вот это важное окно для некоторых людей, будут личные встречи. Примерно 15-20 человек одновременно могут записаться и встречаться со служителями одновременно, один на один. Если вам нужна молитва, если у вас эмоционально тяжело, физически тяжело, морально, душевно, вы чувствуете какую-то тяжесть, боль, не знаете причины, устали, просто желаете освящения, исповедания. Там будут и консультанты, и служители. Мы ожидаем гостей из разных тоже, других штатов, из других церквей тоже люди подъедут, подтянутся. Там будут специальные молитвы, освобождение. Поэтому, друзья, хотел бы обратиться к верующим с таким вопросом. Как вы думаете, кому написано слово «не давайте место дьяволу»? К верующим или к неверующим? Подумайте, это для вас такой introduction, вступление. Поэтому мы живем в реальном духовном мире. Мы часто его, может, недооцениваем, но он реально существует. Поэтому мы все подвергаемся разным атакам, искушениям. Если вы чувствуете, что у вас все нормально, и в вашей жизни вам кажется, это не для вас, вам не нужна никакая свобода. Иногда, друзья, просто нужно освящение. Это библейское, это не новое, не какие-то новые трюки, выдуманные, современные. Это давно в Библии написано «святой да освящается еще». Поэтому, друзья, можете приходить с семьей по очереди, как вы пожелаете. Семинары с пятницы и продолжение в субботу. Поэтому, если вы желаете посетить, приглашайте и верующих, и неверующих. То с пятницы будет запись на личные встречи. С пятницы можно записаться и потом в течение дня встречаться. В субботу вечером будет на 8 вечера молитва специальная за физическое, также восстановление. Ну и, возможно, мы еще добавим информации на нашей вайбер-группе объявлений. Поэтому, друзья, вдохновляю вас участвовать.